друзья мои всем привет 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 я пока нахожусь в пробочке небольшой я думаю что мне есть шикарная возможность с вами поболтать я реально давным давно не выходила с вами в эфир вот вчера реально мы когда отдыхали с натальей и когда у нас вчера был физкульт привет вечерний у себя тоже с ней выходили в эфир это прям прорыв наш всем привет 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 ребята привет майн фан клуб привет привет мои хорошие привет чем занимаетесь что делаете сегодня вроде бы выходной день вроде бы суббота привет молдавия самая классная мама боже привет молдавия спасибо огромное видите как бывает да некоторые говорят что я не очень хорошая мама некоторые говорят что хорошая сколько людей столько мнений я согласна с вами привет всем дела замечательно вот я пока вышла в прямой эфир пока у меня есть возможность я еду в пробке мы сегодня собираемся с друзьями на даче правда на даче не на моей а так вообще просто все идеально у нас такая реально хорошая погода золотая осень говорят что у нас возвращается обратно волна второго бабьего лета так что я думаю что у нас еще и погода и природа будет радовать вообще просто идеально приятно на вас смотреть спасибо огромное вот честно когда такие приятные комментарии прям даже хочется читать вслух потому что настолько я не привыкла слышать в свой адрес какие-то плохие комментарии не привыкла слышать задкие слова потому что все то что говорят люди но я большей части понимаю что все люди которые адекватные понимают и воспринимают меня правильно мы вчера реально провели хорошо вечер с лешиной мамой мы вчера занимались спортом благодаря ей я конечно я просто ей вот безмерно благодарна в плане того что мы с девочей хорошо провели время отдохнули и посмеялись и позанимались развеялись переключились реально просто когда она почему-то вот она человек спорта я человек но немножко далековато от спорта я понимаю что для меня это ну как бы не на первых не первом не на первом плане а у наташ на первом плане наташа за спортсменка профессионал в этом деле и она мне как раз таки помогала как правильно заниматься какие делать упражнения у меня лично проблемы с дыханием я когда начинаю заниматься мне лично сбивается дыхание я начинаю ну ведь бы это понимаю что не неправильно делать упражнения должны быть хороший результат я прям хочу чтобы у меня был шикарный результат и вот наташа взялась за меня чем я без безмерно благодарна ей огромное хочу сказать спасибо ну то что я вчера с ней разговаривала я и вчера говорила это так что сегодня прямо пока даже я не то чтобы не получилось что я там могу этом как-то льстите говорить это в глаза я правда действительно очень хорошо снят общаемся мне по душе люди которые могут со мной разговаривать на равных вот скажем искренне и нет такого что-то найти кто-то друг перед кем лебезит мы с наташей можем поговорить обо всем мало того что мы и скажем так мы понимаем друг друга не знаю как так вышло но мне очень сильно нравится с ней общаться друзья мои так что мы вчера даже записали посмотрите у меня в инстаграм я вчера записала видео обращение к нашим детям мы привет им передавали солнечные сейшелы а мы из прошладной москвы передавали им физкульт привет так что наши дети я думаю они обидятся что мы им передали привет спасибо вам большое за все такие добрые слова вам еще ехать и ехать так что у меня все прекрасно мне еще ехать боже сегодня такие пробки несмотря на то что опять же выходной и уже середина дня у нас половина первого люди все равно еще ехать ехать и люди уже наверное на ехали на даче читать вопросы давайте пишите мне задавайте вопросы ребят кому скучно в эфире ради бога я никого не держу пожалуйста свидание будет идеально если я буду даже находить 1 2 человека своих людей в эфире я не собираюсь перед кем-то там лебезить я честно говоря не собираюсь перед кем-то расшаркиваться если вам не нравится пожалуйста вы знаете где вход и где выход если вы не можете это сами понятия сами принять я помогу найду вам выход если уйдут то где будут жить ребятам но могу сказать что ребят во первых не собирается пока уходить проект на данный момент они еще там у ребят много планов и я уверена что сейчас не даже разговор не стоит на эту на эту тему всегда переживаю за вас за мою шиза алёша спасибо огромное алина 1988 спасибо огромное потому что очень приятно и трогательно даже когда такие знаете ну скажем так минутные моменты когда люди все там он понимает очень приятно злая как я как ваша дочь ребят на если вам зла если вам не нравится ничего этого вы тут делаете объясните мне пожалуйста вот тогда уходите отсюда не смотрите мой эфир я думаю что вам если нравятся добрые люди найдите добрых людей идите к ним я без фальши я могу сказать вам честно что мне мне не мне не за что держаться вам не нравится уходите пожалуйста вы уже полюбили лёша слушайте вы давайте по-другому вопрос вот я понимаю про что вы хотите мне задать вопрос потому что я уже не первый раз в эфире слышу такой момент слышу такой вопрос что мне говорят по поводу лёши да лёша я проверяла несколько раз я этого не скрываю мне очень хотелось понять может быть где-то лёша одевает там зайти как мои лапшу на уши и мне всегда хотелось понять лёша правда к ней так хорошо искренне относится любит ли он ее искренне и я всегда создавал такую ситуацию чтобы лёху так знаете держать в тонусе мне хотелось всегда потому что я как мама видел со стороны некие моменты но может быть как и вы собственно говоря когда вы смотрите эфир и складывается вас впечатление и мне всегда хотелось понять правда вот такая у него симпатия или нет я всегда создавала такие ситуации когда я хотела понять лёша как себя поведет вот допустим по отношению к мая лёха проходил достойно всегда проверку да может быть ему где-то это не нравилось где-то это было даже в ущерб в отношениях моей дочери с лёшей но ребят мои ну что вы хотите это жизнь я могу сказать что лишь проходил достойно эти все проверки он нормально адекватный парень и я могу сказать что мне он нравился всегда самого начала когда только пришел на проект привет ребят привет и его позиция к жизни его его восприятие семейной жизни мне очень импонировало мне очень нравилось как он правильно рассуждает в плане отношений девушкой своей и я очень как бы вначале меня это напрягло потому что я понимаю что не всегда в жизни такое бывает и вот он оказался такой вы знаете чистый душу и вот как-то вот я могу даже прямо настоящим сказать он не испорчено и вот мне это понравилось но когда некоторые были моменты я конечно ему говорила тоже я не скрываю этого лёша если мне что-то не нравилось я ему говорила напрямую ну и вот сейчас на данный момент дамы с ним в хороших отношениях лёша ну я думаю что делает счастливой мою дочь и это по моему самое главное вот ребят когда я вижу счастье в глазах у своей дочери я понимаю что искренне лёша относится к ней и соответственно я как мама успокоилась и мне стало немножко проще тем более вы знаете когда мы действительно мы самого самого начала познакомились с лёшиной мамой мы тоже хорошо общались но вот этот вот один момент когда был выезд лёши и рома капаклы и вот на тот момент я конечно волновалась ну наташи это тоже не понравилось но мы все определились и я думаю что сейчас все вопросы и все обиды уже снялись давным давно ответьте мне пожалуйста что с вашей квартиры москве слушайте но это да это немножко личная тема конечно получилось не очень хорошо не очень приятная ситуация с квартирой которая была майна почему потому что ну как вам объяснить правильно чтобы вы поняли доходчиво была квартира который действительно должна была быть наша она была номинально мы понимали прекрасно что она будет и моя и майна это были отступные моего бывшего мужа но вот на данный момент сейчас получается мы не совсем красивая ситуация получилась не кстати мне многие говорят что это типа мы сделали под конкурс человек года ерунда этот вопрос у нас уже давным-давно подвис в воздухе и мы давным-давно этот вопрос уяснили могу сказать что просто сейчас это почему-то так активно обсуждается в соцсетях и журнал дом 2 тоже поднял почему-то под конкурс именно эту тему хотя это у нас вопрос был еще год тому назад так что ребята я вам хочу признаться что майдан был момент когда нас мы знали что будет майна квартира вот как раз таки мы понимали что моя выйдет замуж и у нее будет гнездышко куда она сможет уйти но вот сейчас не получается вот этот момент конечно меня саму волнует но это жизнь ладно ничего страшного все это нищие нет не дождетесь мы не нищие вам так кажется но если хотя в принципе для некоторых я не знаю конечно если может быть у вас какие-нибудь там апартаменты класса люкса вы говорите что я нищая это уже ваши разговоры я не без крыши над головой я уверена что я в свое время зарабатывала на квартиру я свое время ее облагоустроила я ее обставлялась сама знала чем я занимаюсь слушайте молодые пусть тоже зарабатывают тогда и получают свои дивиденды зарабатывать на свою крышу над головой так что ребят я вас всех люблю целую спасибо вам огромное всем за вопросы здравствуйте самая суперская мамуля на доме 2 спасибо огромное спасибо ребят я думаю что мне сейчас немножко уже дорога развеялась я могу спокойно ехать и я думаю что я как-нибудь попозже с вами еще раз выйду в эфир потому что мне не совсем очень удобно этого и бежать